В центральном матче недели подмосковные химки принимали лидера чемпионата Казанский Уникс. Гости начали с эффектного пик-н-ролла. Моррисон Дур завершил комбинацию броском с двух рук. Трентон Локетт вцелился в защите в Алексея Шведа, не давая тому набрать легкие очки. Стефан Ласме никогда не выключается из борьбы. После блокшота Малькель Матомаса Габонец сам же подбирает мяч и добивает его в корзину. Центровой Уникса отличался не только в трехсекундной, но и в средней зоне. Всего у Ласме сегодня 8 очков. После потери Антона Панкрашова химки убегают в быстротрыв, а Вячеслав Зайцев завершает атаку мощным слэм-данком, вкладывая в него всю свою злость. Все эмоции в одном броске. Энтони Гилл сегодня был очень эффективен на чужой половине. Американец оформил дабл-дабл, 18 очков и 10 подборов за 3 минуты. У Уникса главным по набору очков сегодня был Джамар Смит. Защитник записал на свой счет 21 очко и реализовал 4 дальних броска. Два дальних попадания Смита, одно из которых было с фолом, сделало преимущество гостей максимальным в этом матче, плюс 17. Но химки просто так сдуваться не собирались. Егор Вяльцев сразу же ответил казанцам своим трехочковым. Энтони Гилл продолжал доминировать в трехсекундной. Данк с двух рук тому подтверждение. За пять минут до финальной сирены все тот же Гилл отличился уже из-за дуги. И сравнял счет. 68-68. Алексей Швед пытался вывести свою команду вперед, но вместо этого химки пропустили быстрый отрыв. Хоакин Колом подобрал мяч и отправил на пустое кольцо Моррисон Дура. Форвард записал свой актив и еще один данк. За полминуты до финальной сирены перехват химок вернул интригу. Минус два у хозяев и 23,5 секунды на табло. Томас Робинсон был готов сражаться до последнего. Американец вновь становится героем эпизода, эффектно забивая сверху после промаха Гилла. Заключительное владение в матче также было у хозяев. Егор Вяльцев мог перевести игру в овертайм, но его трехочковая попытка оказалась неточной. 83-80. Уникс одерживает непростую победу над химками в ярком матче недели.